Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим с вами о марке Lush. Давайте приступим! Я думаю, Lush в принципе не нуждается в особом представлении. Многие знают эту марку, и я думаю, почти каждый из вас проходил мимо их магазинов и ощущал этот сильный искусственный аромат. Ну вот у меня на руках оказалось три их продукта, и сегодня я хочу поговорить об этих продуктах, и не только, а в целом о марке Lush и насколько они натуральны. Вообще я пришла к ним в магазин для того, чтобы попробовать у них сухой шампунь, и также мыло их туалетное обычное, которое можно использовать в душе или для мытья рук. До этого я всегда покупала в Lush только пену для ванн, мне она в принципе нравится, я ее растягиваю достаточно долгое время, потому что удовольствие это не из дешевых, это касается всех продуктов марки Lush. И вот цена, не знаю, насколько она на самом деле оправдана. Ну вот первый продукт, давайте уже начнем, наверное, с пены для ванн. У меня это пена для ванн «Голубое небо». Здесь написано, что эта пена для ванн содержит такие ароматы, как масло пачули, расслабляющий ладен и стимулирующая корица. Мне хотелось вот что-то такое расслабляющее, чтобы вечером можно было принять ванну. Что мне нравится, то что они действительно очень сильно пенятся, и пена получается такая вот мягкая, пушистая, она в принципе долго остается в ванне. И также вот этой вот упаковки пены для ванн мне хватает, ну, очень надолго. Но я действительно ее растягиваю, я не на три раза использую этот кусочек огромный. Но если мы посмотрим на состав этой пены для ванны, он не на 100% натурален. И Lush об этом никогда, собственно, и не заявляет о том, что у них 100% натуральный состав. Но чуть-чуть, как мне кажется, нас обманывает, говорят, что у них все свежее и натуральное. Так как эта пена, допустим, содержит СЛС, вот этот лаурид какой-то там сульфат, и, собственно, поэтому пенится так сильно и так хорошо. Также я заметила, что там есть вот краситель, а я посмотрела, что на этот краситель, возможно, аллергическая реакция. Он также противопоказан астматикам, так что, видите, уже не все так хорошо. Следующий продукт, которого у меня уже нет, потому что я его использовала, я взяла очень маленький кусочек, это туалетная мыла Intuit. Я где-нибудь прикреплю картинку. Мне не понравилось совершенно это мыло, в нем содержатся какие-то такие твердые кусочки чего-то, которые могут царапать кожу, оно не сильно пенится, и такого тоже особого запаха я не почувствовала. Плюс оно круглое, и постоянно пыталось мне выскользнуть из рук. Ну вот и как раз-таки в туалетном мыле содержится много-много-много всего такого не очень хорошего. У меня здесь написан список, здесь есть ЭДТУ, это какой-то тип кислоты, который может вызывать раздражение, и также загрязняет окружающую среду. Также содержится тета-натрии-этидранат, что может вызвать раздражение, аллергическая реакция на слизи на коже. Также не разлагается в природе, и также тут несколько красителей, поэтому стоит это иметь в виду. Следующий продукт, который у меня есть, и которым я до сих пор использую, и не очень быстро он используется, это сухой шампунь без воды. Я уже как-то о нем говорила, к сожалению, для меня он не сработал так хорошо, как обычные сухие шампуни, которые в аэрозолях. Но состав у него в принципе неплохой, и запах тоже приятный. Но баночка, как вы можете заметить, пластиковая, и я не уверена, насколько ее можно к ним вернуть обратно. Но это также веганский продукт. Не все продукты ЛАШ веганские, иногда они используют яйца и мед. И последнее, это мега-мятная маска для лица, ну и можно для всего тела использовать. Это самый такой продукт под вопросом, который у меня есть от ЛАШ. Во-первых, я его не покупала, сама ни за что бы его не купила, мне его дали в подарок, предполагается целую вот эту тубу. И что мне не понравилось сразу, как только я первый раз его использовала, это то, что в нем есть какие-то частички. Хоть и не пишут, что они натуральные, это не 100%, потому что когда вы их используете, они не растворяются. Значит, они попадают в воду, проходят через канализацию, возможно, дальше оказываются в большой воде, скажем так, в море, океане, реке, где угодно. И этим может питаться рыба, которую мы с вами потом будем есть. Поэтому я не знаю, насколько вообще это хорошая идея. И вообще стараюсь избегать средств вот с частичками, с какими-то физическими скрабящими частичками, потому что это все потом оказывается в воде. Не забывайте об этом, пожалуйста, потом окажется в вашем же организме. Поэтому эту маску я бы не советовала. Я, наверное, ее доиспользую, просто потому что, ну какой смысл, если я ее выкину, но больше покупать ее точно не буду. А и также про эту маску. В составе у нее есть метилпарабен. Все по-разному относятся к парабенам, но все-таки он может вызвать аллергическую реакцию и также влиять на эндокринную систему. Я внизу оставлю ссылочку на сайт, на котором я проверяю компоненты. Он, конечно, по-английски, но там достаточно все просто, рейтинговая система от 1 до 5, насколько опасный компонент в вашей косметике. Все можно там посмотреть. Ну и совсем забыла, что у меня есть еще такой футлярчик для мыла. Показываю, правда, вам только крышечку, потому что там содержится мыло в другой части. Но выглядит точно так же, который я купила в Lush. Я не знаю, что это, но буквально вот через, не знаю, месяц использования, что за реакция произошла, я опять-таки не знаю. Но выглядеть это все стало не очень хорошо. Пошли какие-то разводы, и это все не смывается. Это не мыло ни в коем случае. Так что я не рекомендую эти контейнеры точно. Давайте сделаем небольшой такой рейкап, заключительные мои впечатления. Во-первых, стоит понимать, что Lush это не натуральная косметика. Они никогда и не пишут, что не натуральная косметика. Они просто используют такие слова, как свежая, органическая. Но при этом, если вы посмотрите на их состав, вы поймете, что все те же сульфаты, все те же парабены, все это остается. Что мне определенно точно нравится в Lush, это их такая активная, скажем так, гражданская позиция по поводу нетестирования косметики на животных. Они также пытаются использовать перерабатываемую упаковку, но тем не менее, это все равно пластик. И да, я могу эту баночку использовать и принести обратно к ним, но не забывайте, что в любом случае это пластик. В этом плане мне гораздо больше нравится наша косметика Miko, где все в стекле. Это лучше стекло либо бумага, но не пластик. Также давайте не будем забывать про этот сильный искусственный аромат. Я не знаю, как девочки работают в Lush, которые, мне кажется, у меня бы мгновенно заболела голова. И вы, когда попользуетесь действительно натуральной косметикой, поймете, что запах у нее еле-еле-еле уловимый. И весь запах Lush это вот парфюмерные композиции, которые они пишут в составе, и которым может покрываться огромное количество всяких гадостей, которые могут у вас вызвать аллергическую реакцию, головные боли. В общем, это вообще лучше избегать, особенно если у вас чувствительная кожа. Ну и самое последнее, тем не менее, не менее важное, это цена. Нам всем хочется получить хорошие продукты за не очень большие деньги. И у Lush, мне кажется, есть завышенная цена, возможно, потому что они такой распространенный бренд, они много тратят на рекламу, на маркетинг. Но они также, конечно, помогают в благотворительности. Но давайте не будем забывать о том, что цена действительно высокая. И если мы сравним туалетное мыло, о котором я говорила, которое стоит чуть больше, чем 400 рублей за 100 грамм, и вот такое вот мыло, которое тоже 100 грамм, от Spivac, которое натуральное, которое стоит меньше 200 рублей. Разница, ну практически в два раза она высочно чувствительна и заметна для вашего кошелька. На заключение, я ни в коем случае не призываю вас отказаться от Lush, бойкотировать Lush. Если вам нравятся какие-то продукты, используйте их, применяйте их, просто смотрите на состав, будьте внимательны. Ну и осознавайте, что это ни в коем случае не натуральная косметика. И если это вас волнует, и если это один из критериев выбора для вас, то, возможно, стоит посмотреть на наших российских производителей, тех же Mico, Spivac, что у нас там есть в Леврана. Потому что у них есть действительно хорошие продукты, и они точно так же ответственно относятся, по крайней мере Mico, точно ответственно относятся к природе, стараются помогать как-то, да, социальным предпринимательством заниматься. В общем, стоит об этом думать. Ну у меня на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, не забудьте подписаться. И до скорых встреч. Пока.